Нас окружает огромное количество электроники. Одна полезная, другая нет. Но как это определить? В этом вам поможет программа «Гаджет» и я, ее ведущий, Сергей Белоусов. Каждую неделю я ознакомлю вас с интересным из мира электронных устройств, а также показываю, какие полезные вещи можно получить из, казалось бы, банальных штук. Вот что вас ждет в этом выпуске. Из этого выпуска вы узнаете… Какую новую директорию ввели главы сервиса Twitch? Кого и за что будет наказывать сервис Netflix? Почему Uber должен стать у Калифорнии 7,6 миллионов долларов? В каком скандале оказался замешан сервис Twitter? Ну а также мы с вами посмотрим на интересные концепты с порталов Kickstarter и Indiegogo. А во второй части программы мы с вами разберемся, как самостоятельно сделать голографическую пирамидку и потратить при этом минимальное количество денег. Все это совсем скоро! Ну а для начала, как обычно, новостной блок, где собраны самые интересные и горячие новости из мира электронных устройств. Поехали! В свое время на просторах стримингового сервиса Twitch появился довольно интересный проект под названием Twitch Plays Pokemon. Он позволял всем смотрящим трансляцию фактически играть в покемонов. Происходило это таким образом. Раз в несколько секунд игра ставилась на паузу и зрители путем голосования решали, какое действие сделать дальше. Происходило все это дело в чате. И вроде бы кажется, что это ерунда какая-то. Но на самом деле задумка возымела колоссальный успех, который породил еще больше различных вариаций Twitch Plays. Среди игр, в которые играли коллективно, был даже Dark Souls. Его и в одиночку допрокиня так-то просто. А когда идет глобальное голосование, кажется, что игра абсолютно непроходима. Но нет, зрители Twitch Plays Dark Souls справлялись очень даже хорошо. И пусть небольшими проблемами, но побеждали боссов. В итоге трансляций такого рода стало настолько много, что руководство сервиса решило выделить для них специальную директорию на сайте под названием Twitch Plays, где каждый сможет найти новые совместные прохождения. А тем временем в гонку создания машин с автопилотами включается все больше игроков. И некоторые из них немного необычные. К примеру, на прошедшей неделе правительство Соединенных Штатов анонсировало программу с бюджетом 4 миллиарда по созданию умного автомобиля. Что еще более интересно, у правительства к июлю этого года будут готовы чертежи, по которым и будет создаваться стандартизированный автомобиль. В бюджет страны на 2017 год уже заложены расходы на 10 лет по программе создания автомобиля с автопилотом. В ходе этого времени правительство будет всячески поощрять и продвигать разработки в этой области. Согласно заявлению представителей правительства Соединенных Штатов, они верят, что транспортные средства такого рода существенно снизят смертность на дорогах и существенно понизят транспортные проблемы не только страны, но и всего мира. Поэтому оставлять без внимания такую технологию однозначно не стоит. Ну и собственно благодаря такой программе будут введены стандарты на создание автопилотируемых автомобилей. А то получается, что все делают так, как хотят. Еще до того, как сервис Netflix существенно расширил границы доступа, большинство людей пользовались им через прокси. Сервис думал, что живущий в России, к примеру, находится в Америке и спокойно давал доступ. Но не только для этого использовались прокси. Некоторый контент в сервисе был доступен для одних стран и недоступен для других. И те, кто хотел его посмотреть, находясь в стране без доступа, могли легко это сделать с помощью подмены своего географического положения. Теперь же представители Netflix заявили, что сладкая жизнь закончилась. Ограничения на доступ к контенту введены не просто так, и их надо соблюдать. А те, кто откажется это сделать, ждет серьезное наказание. Начиная с этого момента сотрудники Netflix будут пристально следить за тем, кто и откуда пытается получить доступ к контенту. И если будет обнаружено, что делается это незаконно и с использованием прокси, тогда будут приняты меры. Кажется, что это довольно жестоко. Но такое происходит уже не в первый раз. В свое время такие сервисы, как Hulu и iPlayer, тоже занимались поиском и наказанием людей, смотрящих контент при помощи прокси. Так что удивляться действиям Netflix не стоит. А тем временем знаменитый и широко шагающий по миру сервис Uber оказался должен правительству штата Калифорнии 7,6 миллионов долларов. Такая сумма появилась не из воздуха. Дело в том, что главы Uber не смогли предоставить комиссии по вопросам коммунального обслуживания полный отчет о данных водителей сервиса за 2014 год. Необходимость предоставления данных требует новый закон Калифорнии. В июле 2015 года, после того, как главы сервиса Uber не смогли предоставить полную и исчерпывающую информацию о водителях, суд на котором рассматривалось дело, принял решение о взыскании сервиса суммой 7,6 миллионов долларов. Такой инцидент серьезно отбрасывает Uber в гонке за аудиторию. Главный конкурент компании, сервис Lyft, не столкнулся ни с какими проблемами в Калифорнии. Видимо, там отчетность ведется более ответственно. Что же касаемо денег, то с ними проблем у сервиса Uber уж точно не будет. По последним данным, прибыль сервиса за год составила 60 миллиардов долларов. Довольно внушительная сумма, и я уверен, что 7,6 миллионов из нее главы компании уж точно найдут. Еще один небольшой скандал произошел сервисом Twitter. Как вы знаете, террористы для общения и обсуждения готовящихся терактов используют социальные сети. И для этого им, по сути, и скрываться-то не надо. И вот как во всем этом оказался замешан Twitter. На сервис подала в суд женщина, чей муж был убит во время атаки стрелком ИГИЛ учебного полицейского центра. Инцидент произошел 9 ноября прошлого года, но общественную огласку получил буквально недавно. Согласно документам, собранным женщиной совместно с юристами, в сервисе Twitter на данный момент около 70 тысяч аккаунтов принадлежат бойцам группировки ИГИЛ. Сам же Twitter исследования такого рода не проводил, но заявляет, что посты, содержащие жестокость, они удаляют. Скорее всего, дело в суде женщина проиграет, несмотря на большое обилие документов. Все потому, что согласно секции 320 акта о благопристойности при телекоммуникациях, Twitter не несет ответственности за деятельность своих пользователей в нем. Так что, по сути, этот пункт освобождает глав сервиса от какой-либо ответственности. Даже несмотря на теракты, о которых террористы договариваются через Twitter. Как вы знаете, я очень люблю посещать порталы Kickstarter и Indiegogo и находить там различные электронные устройства, о которых я в дальнейшем рассказываю вам, уважаемые зрители. Но иногда, помимо интересных каких-то вещей, я нахожу там непонятные устройства. Глядя на них, даже не понимаешь, за что просят деньги разработчики. Об одном из таких устройств я бы сейчас вам хотел рассказать. Это голографические пирамидки. Компания-разработчик требует за них немалые деньги. Хотя непонятно, что в них такого. Это обычный пластик, соединенный вместе в пирамидку. Да, пусть конструкция позволяет вам ставить пирамидку на телефон, телефон на эту пирамидку и так далее. Но все же это простой пластик. За него не надо просить столько денег. Но это, видимо, компанию разработчика абсолютно нисколько не смущает. Эта самая компания навела меня на мысль о том, что почему бы не сделать такую пирамидку самостоятельно и не показать вам, как ее собрать. Давайте сейчас вместе с вами это и сделаем. Для того, чтобы собрать голографические пирамидки и с их помощью посмотреть различные голографические видео, нам потребуется не так много материалов. Во-первых, нам необходим трафарет. Его мы сделаем с помощью бумаги в клетку и различных пишущих принадлежностей. Также нам потребуется линейка. Затем нам потребуются материалы, из которых мы эту самую пирамидку и сделаем. В данном случае мы воспользуемся двумя различными материалами. Первый это CD-кейсы. При его использовании конструкция будет очень прочной. Но есть и другой вариант, более простой и гораздо дешевый. Это вот такая вот прозрачная папка. Чем прозрачнее она будет, тем лучше. Как видите, это не такая прозрачная, она более матовая, но это все равно не помешает нам сделать пирамидку. Также нам потребуются инструменты, с помощью которых мы будем вырезать детали. Для этого нам потребуется нож. Обычный. Можно использовать также нож для бумаги. С его помощью будет гораздо проще отрезать пластик, к примеру, на дисках. Если же вы хотите более быстрый, но менее качественный результат, тогда воспользуйтесь гравером. В данном случае мы его использовать не будем, потому что полученные с его помощью части выглядят не так уж качественно, как хотелось бы. Но не забывайте при этом также, что при использовании грайвера надо не забывать о защите. Найдите где-нибудь типа таких же очков. Ну и напоследок, нам необходимо будет соединить все детали устройства воедино, тем самым получив голографическую пирамидку. Для этого воспользуемся либо же скотчем и ножницами, либо же суперклеем. Ну что, приступим к сборке? Ну а прежде чем мы с вами приступим к непосредственной сборке, давайте посмотрим на то, а есть ли реальная голография в нашей жизни. Да, слово реальное было сказано не просто так. Все технологии, которые гарантируют нам эффект трехмерности, как, например, тема нашей сегодняшней передачи «Голографическая пирамидка» или, например, ее вариация в виде слоев, как таковой голографией не являются. Также почему-то иногда под голографией понимают дополненную реальность, что вообще к первоисточнику не относится. Сам по себе термин «голография» был придуман более 50 лет назад, в 1947 году. Тогда под этим словом стали понимать полную запись, а затем и воспроизведение оптических свойств объекта. В одном из выпусков программы «Гаджеты» я рассказывал вам о голографии и ее текущем состоянии в науке. Пока что передовиком в этой области является профессор из университета Аризоны. Он уже очень давно занимается исследованием данного вопроса и буквально недавно представил один из результатов своей работы. С помощью 16 камер, установленных полукругом, он смог получить голографическое изображение, а затем при помощи канала связи передать его и воспроизвести. Сейчас ученый работает над совершенствованием технологии и приведением ее к более миниатюрному виду. В итоге должно получиться примерно то, что мы обычно наблюдаем в фильмах — связка из одного небольшого передатчика и приемника. Ну а пока как раз при помощи такого устройства, как голографическая пирамидка, можно попробовать сымитировать ощущение голографии. Но для того, чтобы это сделать, сперва необходимо ее изготовить. Поэтому вернемся в студию. Для начала все это уберем лишнее, что нам не требуется. И возьмем бумагу, линейку и ручку. Пирамидка может быть разной, но состоит она из четырех трапеций. Итак, нам необходима трапеция с основанием — шесть. Верхнее основание пирамидки у нас должно быть один. Ну а высота пирамидки — три с половиной. Вот такая вот деталька пирамидки у нас должна получиться. Я здесь отметил размеры, так что если вы захотите самостоятельно сделать, то вот они. Теперь вырежем ее. Оспользуемся для этого ножницами. Нам так будет проще работать. Вот такой вот кусочек пирамидки у нас получился. Теперь, с его помощью, мы сделаем части из пластика. Для того, чтобы у нас это вышло лучше и мы видели, что мы режем, лучше вырезать и чертить на каком-то пространстве. Лучше всего белом. Как вот в нашем случае, мы воспользуемся оставшимися листками. Следите за тем, чтобы CD-кейсы были в хорошем состоянии и на них было как можно минимум царапин. Таким образом, ваша пирамидка и изображение, которое вы будете получать свою помощь и будет наиболее качественным. Итак, для начала освободимся от мешающей нам части и воспользуемся вот этой вот. Прикладываем ее к пирамидке, плотно держим и рисуем контур. Вот что-то в таком роде у нас и должно получиться. Теперь нарисуем ничего четыре таких и вырежем. В наше время проблема сохранения важных данных очень сильно будоражит умы людей. Все будто помешались на создании 20 символьных паролей и различных устройствах, которые дают доступ к другим устройствам. А ведь обо всем этом надо как-то помнить. В данный момент на портале Indiegogo идет сбор средства под названием EveryKey. Это небольшой блок, похожий на флешку, с помощью которого можно разблокировать различные устройства, вводить пароли на сайтах и так далее. И при этом вам не надо ничего помнить, достаточно лишь воспользоваться EveryKey. Как же работает это устройство? А все довольно просто. Вы кладете EveryKey рядом с вашим мобильным телефоном, либо же ноутбуком, и все. Теперь он работает и дает вам доступ к информации. Также помимо хранения устройство способно самостоятельно создавать пароли для гаджетов и сайтов. Передача данных между EveryKey и вашим устройством происходит за счет технологии Bluetooth 4.0. Как раз с помощью него гаджет передает зашифрованное сообщение. Также можно не волноваться, если EveryKey потеряется. В него встроена система защиты, которая не даст другим людям воспользоваться дешифратором и получить доступ к информации. Очень полезное устройство, особенно для тех, кто боится за свои данные. Такие гаджеты, как EveryKey и раньше появлялись на Kickstarter и Indiegogo. Но, к сожалению, лишь 20% от всех получили жизнь. Что же до этого гаджета? То он собрал необходимую сумму в 20 тысяч долларов. Вот в итоге у нас получилось 4 детальки нашей пирамидки. 4 трапеции. К сожалению, как я говорил, при работе с пластиком надо быть очень осторожным, иначе у вас будут получаться вот такие вот срезанные углы. Для того, чтобы у вас их было как можно меньше, используйте кейсы для дисков такого плана. Они более тонкие и гораздо легче поддаются обработке, чем если бы, например, мы пользовались таким вот кейсом. Почему-то при работе с ним как раз-таки и возникает вот скола такого плана. Для соединения этих трапеций в единую пирамиду можно воспользоваться либо же клеем, либо же... Этот вариант гораздо быстрее, но менее качественный. Но именно им мы сейчас и воспользуемся. Ну вот, наша пирамидка готова. Как можете заметить, здесь виден скотч, но на финальном результате, при непосредственном просмотре голографического изображения, он виден практически не будет. Теперь же, для того, чтобы насладиться нашей работой в итоге, необходимо устройство проигрывания. В нашем случае это будет смартфон. Для того, чтобы найти голографическое видео на ютубе, необходимо всего лишь в поиске вести hologram. И у вас будет результат. Включаем, ставим пирамидку в центр экрана и выключаем свет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот и все. Надеюсь, эта информация окажется для вас полезной. Но если хотите узнать больше из мира гаджетов и различной электроники, то не забывайте посещать официальный сайт телеканала UTV, U2U.ru, а также YouTube-канал UTV Russia. Там есть особый плейлист, где собраны все выпуски программы «Гаджет». Ну а мы с вами встретимся снова через неделю. До скорых встреч. Пока!